вот это у меня будет ниже очень важное письмо я отвечу на него потому что эти приятные давайте на русскую премию это думает когда-то в основе этих самых ракет было просто реактивная тяга мы тоже во дворе ракеты запускали когда-то переселил который спас миллион людей это просто была плесень главная сама идея так вот но вначале тоже очень важная переписка но более привычная для нас и так мне пишет за керам александр я вот не решился общаться с у меня не признался что это у меня готовы все успехи а это то же самое что кто-то изобрел уже колеса это самое назвал ее самодвившиеся колеса или велосипед а кто-то потом уже знает что может может уже и дальше с этим занимался так и тут но читая переписку закерова с вами напоминаю на тот момент когда все общался он был исполняющий обязанности директор в института это часть челябинского института под названием мягкий институт экологии то есть лицо официально и вот закерова удалился это побеседовать вот спросил александр два года об косточках что они дают раз он у вас только с не первых лоджица покупал косточки покупал кошки это второй этап с него еще ничего не дают ну сколько прошу три четыре года а вот то что он лет 12 13 10 не помню точно выписал я 20-30 вот этих сельсов готова сложился готова то есть не косточки а сельсов но так как это был первый последний случай работы слова я не мог не запомнить то есть вот они не собака по господи то там гусая все сладкие все вкусные все живы вот потом концу их в реферате докладе он уже бодро писал минус восемь во время цветения это феномен выражает десятки десятки килограмм с молодых деревьев вот видите но давайте что это переписка очень важно он отвечает нашему закировал нашему из личного опыта нескольких сотен сеянцев с привитых абрикосов то есть я понимаю так что если несколько сотен сеянцев довел теплоотношение с привитых абрикосов значит он этим занимался до того и имеет опыт и результат и так внимание как это расходится с нашими результатами они практически все были очень близки по размеру и вкусовые качества подвойной форме то есть привал это самое то есть привитых абрикосов значит в крупных культурных посадил сеянцы и получил близки по качествам подвойной форме то есть они резко одичали подчеркиваю с привитых дальше если был так если был сибирский абрикос мелкий и горький независимо от того какой был привой то есть все вот это но сибирский абрикос понятия широкая тогда он у меня для прививок и покупала жужжки абрикос так скорее всего где-то он еще добывал ну и результат был то есть это чисто мичуринские утверждение что подвой влияет на привой и делает привой буквально диким потом это вошло во все эти как это называется учебники методическую литературу статьи сейчас это в википедии только наберите пару слов все вы увидите вот и получается ваулин тоже получил такой же результат читаем дальше если подвойной подвой видите как если подвой маньчжурский абрикос то сеянцы дают более крупные плоды неплохих вкусовых качеств но часто сеянцы то есть опять же привели на маньчжурский получили плоды культурные взяли косточки высадили давили до плодоношения и вот мы получили неплохие но с чувствительной горчинкой можете сами проверить знаете я в таких случаях мне не хочется чтоб все грустно было я сразу вспоминаю это стоит может пенючий пенючий и держится за стол подходит девочка и говорит дяденька надуйте шарик а он так посмотрел на и говорит сейчас все брошу и буду шарики надувать так вот перефразирую сейчас все мы бросим вместе с александр нет вместе с закером александром и будем шарики уже надувать а начинать все проверять сначала это тот самый случай друзья когда правы и они и мы чем разница вот александр уже знает то есть это теперь значит это закончилось письмо аулина теперь идет письмо александра то есть он пытался сибирским абрикосом работать и без наслоения ментора конечно то есть прекрасно наш друг по память закиров александр уже прекрасно знаю что такое настроение ментора и с помощью настроения ментора может закрепить эти качества и потом уже усеяться не будет за эти горчинки и прочее 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 вот чему много примеров поняли где мы разошлись дальше он пишет право улево такие у него результаты он получается рекомендует работать что и закладывать сады абрикосов даже промышленное направление просто из косточек может в том числе вот так вот я вам сказал что можно получить огромное количество вот таким путем из косточек маджурцы в том числе и даже с моих вот себя накормить соседи накормить вот что-то вынести на рынок и продать там пять десять сто ну если у меня получилось там немереное количество то ясно что человек может пятьдесят стоять но извините промышленные сады закладывать избавилось боже как даст этот заморозок дальше у тебя дальше дальше не умрет а промышленные сады с голову пойдут работники кромот раскачивается ну ладно идем дальше вот вопрос еще все это уже Александр мой адрес ваши сегатолинские абрикосы не могут быть ради сибирского абрикоса то есть вы знаете что манчжурский абрикос и сибирский это две большие разницы сибирский абрикос он распространен по Забайкалью и по в общем Дальний Восток и у него такая полоса что еще есть варианты эти самые еще есть варианты горные их тоже называют по-разному кто манчжурский, кто сибирский путаница необычайна чистый сибирский абрикос это все-таки кустарник два-три метра вот тогда он чистый на него и поливать бесполезно его кушать бесполезно а его часто вспоминают помните как та ученая дама мой адрес так тончайший намек у Железова не берите сибирские молнии никогда не дадут ничего в путь дело кстати это опровергнул вот как бы они хоть бы собирались симпозиумы проводили опытом делились а то представляете Волин на нашей стороне я вам показывал его фотографии крупные 30 более грамм урожай сумасшедшие значит про все пишут про все даже не вкусные для меня есть два понятия вкусные и сладкие поняли разницу вкусные может быть с кислинкой и многие предпочитают с кислинкой и сладкие вот он говорит они все пишут они все сладкие мне по телефону Волин сказал все сладкие так вот Волин он же не простой человек он же директор Минского института ну так пожалуйста те кто это накидывается на меня например вот они могли бы там у себя в начале разобраться то что получается из сибирского абрикоса из манджурского абрикоса потомки манджурского абрикоса они еще вкуснее чем то что выросил Волин понимаете собрались бы те выпуски с кислинкой но прежде чем людям голову морозиться можно было бы правду узнать что в их среде родились десятки этих самых деревьев прекрасными качествами причем это чистая манджурса мои вот так смотрим дальше и получается смотрите это меня уже спрашивает наш человек Александр вот вопрос еще что ваши сихота алинские абрикосы не могут быть роднее сибирского абрикоса я уже ответил нет сибирское приморье тоже по сведениям из интернета да и он дает противоритаты привык когда это уже дьявол говорит ну можно с темным свойств побольше может побольше только иногда хочется чего-нибудь такого а не это некислятельно или чем и тогда я решил вам показать ответить на этот вопрос реально вместо того чтобы вот это когда надергают цитат из интернета и людям объяснять что этого не может быть и может быть это очень плохое качество надо работать как выразить самому вот это вот юноша это я его называю братец иванушка а еще и сестрица ледушка вы уже поняли вот он тут собирал абрикосы вот сейчас вода не валяется милость вот они сихотеринские 4 полтора метра тут 4 роста нет больше чем 4 роста я в мире уже где-то лет 8 потом смотрим дальше сестрица ледушка и это он же это все из косточек сихотеринский гор все из косточек так вот и еще один покажу это мы шли слева направо это в середке обратите внимание можно ли его назвать дикарем если дикарь то почему такой красивый а вот с другого края уже еще крупнее послаще их тут ровно 9 штук растет в рядочек так за забором 5 и на тот участок перенес 2 вот это и сихотеринские вот я считаю вот это дамы подтвердить что они действительно съедобные а поверьте сибирские абрикосы съедобные банджурский абрикос в тайге когда ты показывал фотографии огромных столетий деревьев там уж поверьте сладости 0 а здесь вполне приличный вкус то есть можно считать что они не дикари вот ну на всякий случай еще кое-что покажу перебираемся на тот участок вот эти два я пересадил а почему я их пересаживал мне показалось листья наиболее благородные вот а там надо было прорядить между ними метр полметра вот два пересадил ну вот они такие вот вот теперь мы с вами продолжаем как сейчас я приведу несколько примеров это очень важно у меня их добра сотня вот но как не убедил так и никогда никого не убедил из научного стана видите он так сказать держит дистанцию то есть он определил себе от края до края дальше то есть он ограничил себя какими-то плосками и вот все редкие находятся вот причем я считаю что это что он правильно неправильно сделал это очень удобно не надо поливать не надо рисковать все бери больше ссади больше манджорцы никогда не погибнут у него на Урале все я показывал таблицы там теплеще у меня что там погибнет стал в его в